Всем доброго времени суток, друзья, с вами вновь Фениц, добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас будет гайд для новичков по игре Хантинг Симулятор 2, которая сегодня вышла у нас в Steam, состоялся релиз для версии ПК, для приставок он состоялся гораздо раньше, для тех кто вообще не знает о чем эта игра, вы можете увидеть сейчас подсказку на вашем мониторе в правом верхнем углу, если не включен блокировщик экрана и посмотрите о чем вообще идет речь. Ну а для тех кто более или менее следил за этой игрой, я предлагаю вам по своему скромному опыту небольшой гайд как начать играть и как начать реально хорошо развиваться. Игра не так проста как кому-то кажется или кому-то может показаться, так что приятного просмотра, поехали! Первое, что стоит сделать в этой игре, это пройти обучение. Да-да, скажете банально, нет, это имеет значение. Почему? Потому что если вы не пройдете обучение, друзья мои, ну понятно, что разбираться как стрелять или еще что-то вы наверное и так сможете. Но, если вы этого не сделаете, вы не получите вот такую собаку, это бигль, который вам реально поможет выслеживать животных. Особенно это будет полезно на закрытых картах, так как, ну, я вам оставлю ссылочку опять же здесь на мониторе, вы увидите подсказку, как это было, как мы охотились на стриме и как эта собака реально помогает. После того, когда вы пройдете обучение, вам предложат выбрать одну постоянную лицензию, она будет для вас бесплатной, ее не надо будет покупать постоянно, возобновлять, если, ну, брать другие лицензии. Итак, по лицензиям я бы вам предложил выбрать, лично мой выбор таков, и я объясню, почему это для Колорадо, я бы выбрал Вапити. Изначально я выбрал Лося, но у меня не сложилось, потому что цель трудная, их не так много. А вот, например, Вапити, это очень хороший фарм, это достаточно легкий фарм. На карте, которой мы сейчас перейдем, да, я вам покажу сегодня две карты с отметками, где я уже поохотился, это вам тоже поможет, так что смотрите до конца, смотрите внимательно. И у вас, если, конечно же, останутся вопросы, вы можете задать их в комментариях, будем вместе разбираться. После прохождения обучения у вас будут подъемные деньги, которых, в принципе, хватит на то, чтобы, к примеру, купить еще и 12-й калибр. Я поступил именно таким образом. Почему? Потому что здесь охота на гуся и на утку, она, ну, в принципе, не такая сложная, как мне показалось. И это тоже дополнительный фарм, хотя гусь и утка, это не такие деньги, как Вапити. Вапити, например, хороший самец, может стоить прям тысячу игровых монет, а вот гусь и утка будут попроще, но их много. Да, еще такой момент, например, по Вапити, вы, если приобретете лицензию, у вас будет всего 3 животных для отстрела, а утка и гусь это 10. Так что, в принципе, можно этим заниматься очень выгодно. Я, к примеру, купил вот такое вот оружие, оно стоит 1900, этого мне хватило, чтобы приобрести себе еще и вторую собаку, которая будет приносить мне из воды, собственно говоря, эту утку и гуся, это вот золотистого лабрадора я выбрал. Ну, собственно, лабрадоров тут 3, не буду на них останавливаться, все в первом видео вы могли бы увидеть, и если еще этого не сделали, то посмотрите. Еще какая ошибка может быть с вашей стороны, которую допустил я? Хвалите все время собаку за то, что она принесла вам дичь, или за то, что она нашла след, она быстро будет прокачиваться, характеристики ее будут улучшаться, это очень заметно, это реально очевидно, поначалу я этого не делал, потом уже постоянно начал этим заниматься, собаки начали работать гораздо-гораздо лучше. На старте игры я бы предложил вам начать охоту в Колорадо, это Пауни Медоус, это открытая карта, на ней достаточно легко охотиться, вот именно для новичка, тут вообще практически нет растительности, тут достаточно много видов животных, вот вам карта, вам будет легче для понимания, куда идти, я открыл практически все строения на этой карте, это реально помогает, и вы можете здесь сделать скрин для себя, или сделать на паузу, как бы видос, и посмотреть, где находятся вышки, где находятся палатки, с вышек реально удобнее ходится, а палатки это быстрое перемещение, ребят, когда вы окажетесь в доме, если вы что-то забыли, вы можете зайти обратно и, например, сменить снаряжение, ну то есть вы можете выбирать оружие, прицелы, собак, все это будет вам доступно, ну мало ли вдруг вы что-то упустили, кроме того, вы можете пополнить боеприпасы, которые не бесконечные, как вы видите, у меня вот оружие 1 и 2, это ограниченный боекомплект, если вы отстреляли, но лицензия не закрыта, у вас, возвращайтесь сюда и все будет хорошо, быстрое перемещение, как это работает, вы должны находиться в доме и выбрать палатку, куда вы хотите именно перейти, пожалуйста, сразу вы перемещаетесь и, собственно, охота начинается, почему именно эта карта, еще раз говорю, она открыта, здесь далеко все видно, здесь много животных и теперь лайфхак, как определить, какие животные водятся на любой карте, в описании этого нет, открываем карту и левой кнопкой мышки щелкаем просто по любому месту, у вас появится система отметок, смотрите, и вот эти отметки как раз и обозначают, что здесь на этой карте вы найдете, ну, теперь уже понятно, видно, что есть тут вапите, но нет лося, и если вы идете на эту карту, то на лося лицензию вам покупать и не стоит, так что имейте это в виду, и да, я на второй карте, как вам и обещал, тоже в Колорадо покажу, очень интересное место для фарма, но всему свое время, давайте закончим здесь. Система штрафов в игре, что можно делать, что нельзя делать, сейчас мы вернемся на нашу базу, в нашу хижину, я вам объясню, как вы видите, животных много, поначалу денег немного, всего охватить нельзя, итак, я выбрал для себя такой вариант, так как у меня на старте появляется 270-й калибр, который подходит для вапити, я покупаю лицензию под него и пошел охотиться, кроме того, другой вариант, покупаете, как я и говорил, 12-й калибр, собаку, которая вам из воды будет приносить дичь, и начинаете, вот, например, охотиться с гусей и суток, манки при этом на птицу здесь, вот лично здесь, на этой карте, они абсолютно не нужны, достаточно все просто получается. Итак, система штрафов, если не купили лицензию, начали стрелять, это будет штраф, если вы добыли животное, не добыли, точнее, животное, а подранили животное, но вышли с карты, это будет штраф, если вы больше двух раз стреляли по одной и той же птице, либо животному, вот прям очередью, это будет штраф, имейте это в виду, будет обидно, когда вы обанкротитесь после первых выстрелов, это будет реально печально, и придется игру начинать заново. В Хантинг Симулятор 2, знаете, реализована такая необычная система времени суток, которая лично меня не совсем устраивает, находясь на карте, к примеру, начав охотиться с утра, ну, знаете, вообще нет часов, и оно ничего не меняется, реально, выбирать, например, отрезок времени, ну, локализация нам говорит, что это отрезок времени, я думаю, что это время суток на самом-то деле, вы можете в этой комнате, подойдя к кровати, выбираете утро, день или вечер. Насколько это имеет значение? Да, имеет значение, какие-то животные более активны вечером, какие-то утром или днем. Я проводил на одной карте очень много времени, реального времени. Вы знаете, менялось порой освещение, да, было такое, но, к примеру, чтобы произошло так, я, например, вечером начал охотиться, и чтобы до утра, ну, как, например, в Хантере, в серии игр Хантера, что Вайлд, что классик, ну, хотя классик нет, там примерно то же самое. Вот в Вайлде мы можем охотиться, прям ходить, ходить, и у нас будет меняться время. Здесь этого нет, и как-то это непривычно, и это печально, как по мне. Ну, с другой стороны, реализовали так и реализовали. Еще один совет, у нас есть два выхода, как вы поняли, что мы можем выходить на глобальные карты, которых у нас 6, 3 региона и 6 карт на минуточку. Это достаточно много, как по мне, ну, уже для старта. Вот, и 33 вида животных добыть быстро точно не получится. Но я вам советую еще зайти на стрельбище, потому что на этом стрельбище, во-первых, можно попрактиковаться в стрельбе на дальней дистанции, тут баллистика, она вообще-то есть в этой игре. Но самое интересное для меня было пристрелять как раз-таки 12-й калибр, стреляя по тарелочкам. Можете пройтись, прогуляться, выбирайте разное оружие, разные стенды. Вот, это все бесплатно, патроны при этом вам покупать, докупать не стоит. Ну, я думаю, разберетесь, это классическое стрельбище, в общем, как во многих играх оно и присутствует. Как я сделал вывод лично для себя, на своем опыте, поиграв уже достаточно много, десятков часов в эту игру, карты тут отличаются в каждом регионе. Есть простая, есть сложная. На примере Колорадо, если Пауни Медоуз это открытая карта и здесь все хорошо, то, например, Лес Рузвельта совсем другая история. И вот здесь нам нужен будет и камуфляж. Да, я советую пользоваться камуфляжем. На ваш вкус и выбор очень много вещей. И они реально работают. Какие-то менее заметные, это так и указано в описании, и какие-то более заметные. Кроме того, есть манки, антизапахи. Вот здесь, парни, вам придется попотеть, потому что был стрим как раз поначалу. Я такой веселый и довольный пошел по этой карте. И вы знаете, это было практически фиаско, долго ходил. Для вас я сделал отметки вот этой территории. Как по мне, здесь очень хорошая охота. Здесь интересная охота. Это как раз надо двигаться на север. Как вы видите, я не нашел тут много вышек до сих пор еще. Всего лишь вот две у меня открыты. Хотя, поверьте, ходил я здесь достаточно много. Ну, в общем, одним словом, я считаю, что лучше вам двигаться на север. Открывать эту вышку, открывать вот это озеро. И вот вам отметки, какие животных я следов или визуально нашел, или очень много следов нашел. Здесь вот примерно этой вышки на белохвостых оленей. И если у тебя есть еще и манок, охотиться оказывается одно удовольствие. Вокруг озера также будет классно и прикольно. Чтобы посмотреть, кто здесь еще есть, ставим также меточку. Ну, точнее, просто выбираем меню меток. И тут у нас уже оказывается два вида медведей. Есть, например, тот же самый лось, про которого я и говорил. В общем, немножко другая у нас ситуация по сравнению с той картой первой, на которой мы только что были. Еще раз вам вот так вот покажу карту. И делайте скрины. Думаю, у вас здесь все получится. В этой игре, например, в отличие от Хантера Call of the Wild, который я не рекомендую вам бегать вот по таким закрытым картам, где очень ограниченная видимость, сколько трофеев я из-за этого потерял, ну, я просто даже не могу вам сказать. И да, это меня отучило от таких вот вот, от таких быстрых перемещений. Потому что здесь буквально за любым, там, я не знаю, камнем, деревом может стоять какой-то крупный лось. Если он убежит, в отличие от Wild, пользуйся ты манком или не пользуйся, он уже к тебе не вернется. Вот это я проверил. Это очевидный факт. Ну, так что выбор за вами. Либо быстро пробежаться по карте. Кстати, а почему бы и нет? Чтобы найти какие-то вышки, засидки, вы можете реально быстро бегать. Имейте в виду, что на этой карте вышка, которую я вам показывал, она не классическая, это просто засидка на дереве. Так что, когда вы пойдете на эту карту, либо подобные карты, просто больше внимания обращайте на деревья. Вряд ли вы увидите именно вот такую классическую отдельно стоящую вышку, а вот засидку на дереве вы случайно, вот реально, можете увидеть. Почему случайно? Ну, знаете, они как-то более или менее замаскированы. Хотя, опять же, тут лайфхак, они могут быть подсвечены. Да, и еще про лайфхаки. Если станет трудно и непривычно, потому что картинка здесь другая, в отличие от того же Wild, но все-таки реально другая графика, вы можете зайти в настройки, в настройки интерфейса. У вас по дефолту будут стоять отметки, которые вам помогают. Кроме того, есть, ну, это так переведено, обнаружитель мертвой добычи и помощь в выслеживании. Короче, это цепочка следов, а здесь, если вы поставите отметку, то потом, после выстрела потеряли животное, открываете карту, и тут будет стоять вот такой же крестик. То есть, ну, например, вот здесь был бы крестик, и здесь надо найти животное. Почему бы и нет? Поначалу, для того, чтобы привыкнуть, вполне себе можно и пользоваться. Потом это стоит все отключать. Я попробовал играть на стриме без маркеров, реально становится сложно. Я считаю, для тех, кто отыгрывает РП в охоте, вот эта тема прям очень конкретно понравится и зайдет. Ну, если нет, то также жду ваших мнений, и пишите, говорите, как вам нравится, играть с маркерами или без. Да и вообще, напишите, зашла вам такая охота или не зашла. Многие, как и я, ждали релиза этой игры в Steam, и вот, пожалуйста, теперь цены, они теперь уже опубликованы, озвучены. В общем-то, как у меня это все выглядит в Steam. Со скидкой 20% эта игра стоит 959 рублей и целых 10 копеек. Кроме того, тут присутствует у нас еще какой-то некий набор Beer Hunter Edition, который стоит на минуточку даже со скидкой 1605 рублей. Но, как понимаю я, в этом наборе присутствует сама игра и, наверное, еще что-то. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас появляются лицензии на медведя, которая, как я понимаю, да, она тоже не покупается, да, она просто постоянной будет. Есть камуфляж, куртка, перчатки, кепка и винтовка. В общем, даже две винтовки получаются от... Это Браунинг у нас, да, и это еще одна винтовка, которая, ну, имеет достаточно крупный калибр. Не знаю, ребят, как по мне, 1605 за такой набор. Ну, входит игра и сам набор, так что, пожалуй, нет. Я бы не стал приобретать. Я это лучше все куплю сам в игровом магазине за игровую валюту, и все будет хорошо. По цене на саму игру я, в общем-то, угадал на одном из стримов, я и сказал, что будет примерно 1000 рублей. Но, знаете, если сравнить с первой частью, которая до сих пор стоит 2,5, и там ужаснейшая игра, то, наверное, пойдет, хотя, не знаю, у всех разные мнения по этому поводу. Напишите, устраивает вас такая цена или не устраивает. Кроме того, вы можете посмотреть на сайты разные. Я думаю, что вы там найдете уже и бесплатную версию. Подводя итог, в общем-то, я лично буду играть в эту игру. Я буду пытаться добыть все виды животных, потому что в конце меня ждет очень крутое оружие, которое я хотел бы получить. Ну, а дальше, как будет развиваться игра, тоже посмотрим. Наверняка я вангую, что будут DLC. DLC, скорее всего, будут в виде карт. Хотя, кто его знает, может быть, разработчики пойдут тем путем, по которому пошел Wild, к примеру, ну, и будут продавать еще в паках какое-нибудь оружие. Однако, вот еще раз, вот прям, знаете, какой-то осадок остался от того пака, бирпак, еще 1600 со скидкой, 2000 без скидки. Ой-ой-ой, ну, не знаю, не знаю. В общем, жду ваших мнений. Всем удачи, в общем-то, ни пуха и ни пера. Увидимся на охоте. Всем удачи и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok